Новые победы российских военных на армейских международных играх. Наши стали лучшими в конкурсе инженерных войск, а десантники уверенно лидируют в состязаниях, которые проходят на полигоне в Псковской области. Гонка БТРов, сложнейшая полоса препятствий, десантирование с ювелирной точностью. Борьба была острая, но наши голубые береты остаются вне конкуренции. Подробнее Дмитрий Зайцев. Внимание! Белорусская сборная рвется к победе, но сохранить темп до самого финиша не так-то легко. Впереди целая полоса испытаний. В начале 5-километровая эстафета важна каждая секунда. Мы определяем победителя по лучшему времени прохождения дистанции. На преодоление препятствия дается три попытки. В случае, если кто-то не смог преодолеть, штрафное время прохождения всей дистанции увеличится на 10 минут. Неприступные стены, глубокие окопы и непролазные рвы. 8 команд, среди которых Венесуэла, Иран, Марокко и даже Южноафриканская республика. На этих соревнованиях берут штурмом преграды под пулеметные очереди и разрывы гранат. Все как в боевых условиях. Организаторы постарались сделать этот десантный этап армейских игр как можно реалистичнее. Из гранатомета по мишеням попасть точно в цель выходит далеко не у каждой команды. Впрочем, на этом полигоне все равны. Вооружение для участников стандартное. Для стрелка идет автомат Калашникова, под сумки магазины. Для гранатометчика идет противотанковый гранатомет. Вес экипировки должен быть не менее 8 килограмм. Впервые в этом году в армейские игры включили индивидуальные прыжки на точность. Парашютный десант должен приземлиться на узкий клочок земли диаметром всего 10 метров. А лжирским военным удалось это сделать с первого раза. Было сложно, был очень сильный ветер, но мы справились. До российских друзей нам, конечно, далеко, но мы учимся. Белорусские и китайские представители в числе лидеров на этом этапе конкурса. Гости из Поднебесной специально для участия в играх привезли свою технику и даже горючее. Жюри пошло им навстречу. Впрочем, обойти хозяев международного турнира по очкам пока не получилось ни у кого. Российские десантники по-прежнему первые, но гонка продолжается. Нормально начали, хороший темп задали. Мы сделали все по максимуму. То же самое мы проходим в программе боевой подготовки. Постоянно тренируем, оттачиваем свои навыки, умения. Все, что состоит на вооружении российской армии, на одной площадке, под открытым небом бронетехника, артиллерия, а также самые последние образцы амуниции. Все это можно не только рассмотреть как следует, но и, конечно же, потрогать своими руками. Все понравилось. Во-первых, мы были сначала на прыжках. Детям тоже было очень интересно. Ну и здесь точно так же интересно, потому что техника, конечно, сейчас не такая, как раньше. Накануне гусеничные БМД и колесные БТРы показали настоящий мастер-класс на Псковском полигоне. По песку и бездорожью экипажи бронемашин спешили обойти друг друга, лавируя между оврагами и холмами. А в Волгоградской области под эгидой армейских игр участники соревновались на, пожалуй, самой специфической технике, которую редко увидишь. Инженерные войска выкатили из ангаров военные экскаваторы и тягачи. Ювелирно забивали сваи и на время строили водные плотины. Российская команда смогла первой вырыть огромный котлован и передать эстафету следующему экипажу. Это далеко не все, что приготовили организаторы в рамках международных соревнований. 33 страны-участницы и 7 государств, на территории которых в этом году проходят игры. Министерство обороны обещает в ближайшие дни не менее зрелищные этапы. Дмитрий Зайцев, Павел Романов, Евгений Теринов, Сергей Воскобойников и Дмитрий Матюшин. Первый канал.